Здравствуйте! С вами Сергей Сумин, главный библиотекарь Культурного Центра Автоград. Рубрика моя называется «Прочитаны лично». Мы будем встречаться здесь, в уютных стенах, и говорить о книгах, о хороших книгах, о книгах современных и о книгах классических. Сегодня очень неожиданная книга и очень неожиданная тема. Роман Владимира Сорокина «Норма». Мне немного страшновато говорить об этом авторе, потому что его статус, звание инфанта-рибль русской литературы, конечно, ко многому обязывает. Это писатель провокативный, эпатажный, писатель, которого местами читать неприятно. Чрезмерно натуралистические кусочки, смешение гротеска и очень жесткой пародии. Но говорить об этих книгах тоже нужно. Сорокин практически классик. Одна из современных больших критиков выразилась так. Так, современную эпоху, последних 30 лет, будут изучать по книгам Пелевина и Сорокина. И если уж у данного писателя такой статус, то говорить о книгах нужно. Книга «Норма» написана в поздние советские времена. Закончена она в 1984 году. И представляет довольно интересный эксперимент. Это работа, попытка стилистического осмысления мира советского человека, позднего периода. Книга построена очень своеобразно. Как всякий постмодернизм, а Сорокин, безусловно, таковым является, он очень нетривиально подходит к форме романа. Роман состоит из восьми частей. Каждая часть не похожа на предыдущую. Это, можно сказать, стилистические упражнения, подражания различным русским писателям. Ну вот давайте я несколько глав вам опишу. В одной из глав, которая называется «Времена года», дается стилистическое подражание советским поэтам. Багрицкий, Исаковский, Щипачев. И это, конечно, у Сорокина получается замечательно. Еще одна часть, часть под номером три. И наиболее мне интересно, это подражание русским классикам. Чехову, Бунину. В этой главе сюжет следующий. Помещик Антон прибывает в свою деревню, родную, где он провел детство, с целью вспомнить былое. Ему это удается. Он погружается в мир грез, в мир воспоминаний. У Сорокина очень тонко выстроен сюжет. Антон находит шкатулку, в которой сообщается, из контекста он понимает, что он дальний потомок замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Он поражается, он удивляется. В его голове происходят размышления, эмоции, конечно, необычные. А вот дальше финал рассказывать не буду. Очень своеобразный конец. Если заинтересовал, то найдите и прочтите. Как я уже сказал, каждая часть отличается стилем. Есть эпистолярии, есть письма ветерана Великой Отечественной войны профессору советскому. Очень интересная часть, где анализируется, описывается советская летучка. Что такое летучка? Это совещание редакции. Вот в небольшой провинциальной газете происходит совещание, которое поначалу является осмысленным, логичным, но потом в это совещание вторгается хаос, различные звуки, а потом все это просто переходит в бред и в абсурд. Но это Сорокин. Нужно понимать, что он очень тонко смешивает эти ингредиенты, у него всегда серьезность, перемежается с очень жесткой порой иронией, пародией и стилизацией. О чем же эта книга? О чем норма? Норма – это анализ, с точки зрения Сорокина, позднесоветского человека. В СССР, говорит писатель, было не только прекрасное, не только ностальгическое, но и жесткое, грубое, пошлое. Он обличает конформизм советских людей, их неспособность отличить серое от черного. И делает он это, может быть, самое главное, почему эта книга останется в русской литературе, очень стилистически тонко и нестандартно. Если заинтересовало этой книгой, ищите в библиотеке Автограда. Язык – это, наверное, главный спутник, главный объект творчества Сорокина. Русский язык у него прекрасный. Когда он хочет добиться эффекта классики, у него это получается. Некоторые страницы в буквальном смысле просто не отличить от тонкой модернистской прозы Андреева, Бунина, Набокова. Видимо, поэтому Сорокина и будут читать, за то, что он прекрасный стилист. Я познакомил вас с книгой «Норма». Продолжение следует. Каждую неделю мы будем с вами говорить о какой-то классической или современной книге. Это была рубрика «Прочитано лично». С вами был Сергей Сумин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова